Немного распишем вам пример документирования российских военных преступлений, которые не лежат на поверхности, а про них мы узнаем путем старого доброго осента. Ну и рассказывай, что произошло, что за машина. Исходные данные. Первое. По словам танкиста ВСРФ на видео и по публикации в соцсетях АДЗ-пропагандистов 16 марта 2022 года, в населенном пункте «Изюм» российский танк Т-72БА вместе с экипажем попал под обстрел. По словам танкиста, слышим на видео, что танк скрывался возле школы. Танк немного подгорел. Его погасили, и вроде бы он еще на ходу. Непонятно было. Забегаем, подбегаем в танк, военнослужащие уже вылазят из танка. И наблюдаем, что внешние баки начали гореть. Ввиду того, что из них попало... Сам снаряд попал именно в баки. Но ввиду того, что снаряд осколочный, даже не сбило высуниться. И в принципе все нормально, машина технически исправна. Второе. Волонтеры «Информ» Напалм заметили это видео. Ираклий Камахидзе идентифицировал танкиста и определил, что на видеокомментарий дает офицер Дмитрий Паас, уроженец города Кузнецк, Пензенской области, выпускник Казанского военного училища РФ. Опираясь на кадры видео и ориентируясь на памятник, который видно на заднем плане за танком, мы определили точную геолокацию, с которой снято это видео и этот танк Т-72БА. Это село Капитоловка, Изюмского района Харьковской области. И там действительно возле памятника находится Капитоловская общеобразовательная школа. Примечательно, что этот памятник – братская могила, в которой похоронены 144 воина, погибших в боях за это село в годы Второй мировой войны. Собственно, получается, что этот памятник, где похоронены воевавшие против немецко-фашистских захватчиков солдаты, сейчас помог определить локацию уже нового рашистского захватчика Алла Торцева, который непременно будет уничтожен или попадет в плен. Данные его матери, которая, судя по аватарке в соцсетях, очень любит своего сына, тоже уже определены. Продолжаем выжигать тьму. Продолжаем выжигать тьму.